Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анастасии Романовой и в начале выпуска коротко о главных темах. Насколько теплым будет март на Алтае? Специалисты МЧС опубликовали прогноз погоды на весну. Качество воды в Мамонтовском районе значительно улучшилось. Что для этого сделали и как изменилась жизнь сельчан? Действующие лица нашего города. Театральный проект с таким названием запустила мастерская в Ахрамеевых. Стало известно, насколько теплым будет март на Алтае. Предварительный прогноз синоптиков опубликовало региональное управление МЧС России. Средняя месячная температура воздуха ожидается минус 7-10 градусов тепла, что около нормы. По юго-востоку ниже нормы на 1 градус. В первой половине марта ожидается повышение температуры воздуха. По ночам будет минус 22-27, днем от минус 13 до минус 18. Во второй половине месяца произойдет постепенное повышение температуры воздуха. К концу марта по ночам ожидается минус 2-7, днем до плюс 5. Количество осадков будет в пределах нормы. Сегодня глава Бурнаула Сергей Дугин представит отчет о результатах деятельности администрации города за 2017 год. Заседание пройдет в Бурнаульской городской думе. Глава города расскажет о результатах социально-экономического развития краевой столицы и городской инфраструктуры. Кроме того, Сергей Дугин подведет итоги реализации федеральных проектов на территории Бурнаула. В заседании примут участие депутаты Госдумы и АКЗС, председатели правительства Алтайского края и представители общественных организаций и руководители администрации районов. Они обсудят итоги по ремонту и строительству школ, медучреждений, дорог по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги», а также подведут предварительные итоги развития туристического кластера «Бурнаул-Горно-Заводской город». На отчете главы города будет работать и наша съемочная группа. Все подробности расскажем в следующих выпусках. Меньше месяца остается до выборов президента Российской Федерации. Более 7 тысяч заявлений о голосовании по месту нахождения приняли в Алтайском крае. Это данные за последний месяц. Новой возможностью проголосовать по месту нахождения воспользовались 7 366 избирателей. По данным Краевого избиркома, более 5 тысяч избирателей подали заявления на базе территориальных избирательных комиссий. Через филиалы МФЦ заявления подали более 2 тысяч человек. Напомню, для голосования необходимо в период с 31 января по 12 марта обратиться в один из пунктов приема заявлений, действующих на площадке территориальных избирательных комиссий, в филиалах МФЦ или через портал госуслуги. Начиная с 25 февраля подать заявление можно и в участковой избирательной комиссии. За ходом досрочного голосования и предвыборной агитации в нашем регионе наблюдают представители ОБСЕ. Это часть международных договоренностей. В Алтайском крае иностранные наблюдатели проводят встречи с представителями партии и Центральной избирательной комиссии. Также они посетили и наш телеканал Катунь-24. Мы активно участвуем в размещении агитационных материалов кандидатов в президенты. Кроме того, на канале проходят предвыборные дебаты представителей кандидатов. Добавлю дебаты представителей кандидатов. Президенты проходят на нашем телеканале по вторникам в 18 часов. Качество воды в Мамонтовском районе значительно улучшилось. Там капитально отремонтировали три водозаборные скважины. Как изменилась жизнь жителей района, знает Анастасия Борисова. Впервые за несколько месяцев Лидия Рыбалка смело наполняет чайник. Воды не жалеет. Еще летом напора практически не было. И огород толком не польешь, и посуду не помоешь как следует. Перебои с водой случались каждый день. Не было заслонки. Им раньше приходилось сливать эту воду. И ждали в течение суток-двух, что вода плохо шла, потом пока наберется. Сейчас у них заслонка. То есть закрыли, отремонтировали, и моментально включается вода. Очень удобно. Перебоев с водой не стало, как только провели капитальный ремонт старой скважины. Единственный в селе. Рядом с ней пробурили новую. Вначале был пробурен разведочный ствол глубиной 40 метров. Определили, на какой глубине находится водоносный слой. И составила глубина скважины 30 метров. Стабильное водоснабжение радует теперь жителей еще двух сел Мамонтовского района. Черной Курии и поселка Комсомольского. Эти муниципалитеты тоже включили в программу ремонт 100 скважин. На бурение новых скважин в Мамонтовском районе правительство края направило около 2 миллионов рублей. Приоритетом, конечно, попадают водозаборные скважины, где отсутствуют или резервные источники водоснабжения, или скважины уже отслужили свой срок. При реализации данных работ, конечно, возникают определенные сложности. В основном это связано с тем, что данные работы в Алтайском крае проводятся впервые. И хотелось бы сказать, что эти работы проводятся в таком значительном объеме и в сжатые сроки. Качество воды ощутимо улучшится скоро в домах у 193 тысяч человек в нашем регионе. Водозаборные скважины отремонтируют еще в 59 селах Алтайского края уже к концу этого года. Анастасия Борисова, Александр Морозов, Новость. Новые газоны, деревья, лестничные проходы могут появиться на нулевом километре краевой столицы. На официальном сайте Бурнаула опубликовали проекты территорий, которые могут благоустроить. Это возможно благодаря муниципальной программе формирования современной городской среды. На ее реализацию выделили 216 миллионов рублей из краевого бюджета. 18 мата жители Бурнаула проголосуют за те проекты, которые им наиболее интересны. Из 10 выберут всего 6. На сайте мэрии уже опубликовали эскизы проекта пешеходной зоны на Апском бульваре. Это территория от нулевого километра до проспекта Комсомольского. Планируется заменить старую тротуарную плитку, провести ремонт лестничных проходов, установить новые фонари. А вот так, возможно, будет выглядеть сквер химиков. Это единственная зеленая зона в микрорайоне «Поток» со спортивной площадкой. На месте планируют заменить плитку, бордерный камень и освещение. Также посадить деревья, обустроить цветники и газоны. Алтайских пенсионеров научат экономической и социальной активности. Союз пенсионеров России запустил проект по трудоустройству. В рамках акции «Снова в деле» пожилых людей обучат и адаптируют на подобранных рабочих местах. В частности, навыкам презентации товаров, современным компьютерным технологиям и основам бизнеса. Социальный проект реализуется еще в четырех субъектах страны. В Краснодарском крае, Липецкой и Новосибирской областях. Средства на программу выделены грантом президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Праздник для мам особенных детей провели в Бурнауле. Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции. Организаторы подготовили концертную программу для родителей и игры с аниматорами для детей. Также для женщин провели различные мастер-классы по красоте и уходу за собой. Сделали макияж и прически. Также в рамках акции запланирован розыгрыш ценных призов. Их основное все время занимают их дети. И этот день мы сделали именно для них. Для того, чтобы они немножко расслабились, получили положительные эмоции. И кто-то из мам, у нас будет сегодня розыгрыш, кто-то из мам станет победительницей сертификата на лечение ребенка в клинику. В Бурнауле подобная акция проходит во второй раз. В планах организаторов сделать ее традиционной и проводить два раза в год. И к новостям культуры. Действующие лица нашего города. Театральный проект с таким названием запустила мастерская в Ихрамеевых. Премьерный показ состоялся накануне на обновленной сцене Краевого дворца молодежи. Это очень многого не знает молодежь про людей, которые делают здесь историю, творят жизнь. И для нас очень важно вот этот язык театра, который совершенно имеет бесконечное средство. Это и взгляд на человека, это драматургия, это непосредственно выразительное средство. То есть думать о человеке через театр, посмотреть на достаточно простые вещи по-новому в объеме, нам кажется, она интересна. И вы ему с удовольствием затеяли эту историю. Проект «Действующие лица нашего города» создан при поддержке фонда президентских грантов. В постановках будут участвовать фермеры, врачи, воспитатели детских садов, полицейские и учителя. В премьерном спектакле занят ведущий актер Краевого театра драмы Александр Хряков. Признается, в жанре так называемого реального театра он работает впервые. Главный герой спектакля не участвует в репетициях, а импровизирует. Вообще сказали, посидишь, поотвечаешь на вопросы. Но я чувствую, что все будет немножко хитрее. А ребятишки, студенты ходят, что-то с каким-то, с прищуром смотрят. Говорят, можно ходить по залу, что мне сказали, можно ходить по сцене. Больше ничего не знаю. Спектакли в рамках проекта будут проходить во Дворце молодежи раз в месяц до конца июля. Вход бесплатный. На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте katuin24.ru. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...